30 сентября в Наринмаре состоялась первая после парламентских каникул сессия Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. В самом начале сессии спикер регионального парламента Александр Лутовинов поздравил депутата Государственной Думы Российской Федерации 8-го созыва Сергея Коткина с получением депутатского мандата. Напомним, Сергей Коткин, кандидат от партии «Единая Россия», одержал победу на выборах в Госдуму по Ненецкому одномандатному округу номер 221 и будет представлять наш регион в федеральном собрании второй срок. Я всегда говорил и буду говорить, что партия, единственная партия в Государственной Думе, которая в самые трудные моменты государства российского на перепутьях никогда не занималась популизмом и никогда не зарабатывала себе очков на популистских решениях. За время кампании поступило более 4000 обращений граждан, причем это письменных обращений, официальных, а в ходе личных встреч, я думаю, что нужно умножать на двое как минимум. И это очень серьезная программа, которая взята не просто с потолка или в московских кабинетах, а она взята именно от людей. От самых отдаленных населенных пунктов, жителей округа я проехал, то есть Кары до Шойны практически все населенные пункты посетил. И вот эта программа, она должна быть у нас на обязательном контроле, по приоритетам мы должны ее выполнять. На сессии в соответствии с уставом субъекта депутаты согласовали кандидатуру Вадима Сокова на должность заместителя губернатора Ненинского автономного округа. В администрации Вадим Соков с 24 мая курируют вопросы строительства ЖКХ энергетики и транспорта, а также контролируют реализацию целого ряда региональных программ в рамках национальных проектов. Заместитель губернатора имеет большой опыт работы в сфере строительства и ЖКХ награжден званием почетный строитель Российской Федерации. Были высказаны предложения, если обобщить их, депутаты попросили, конечно, чтобы у нас был комплексный план конкретный, чтобы мы понимали, каким образом у нас контролируются текущие стройки и какие стройки нам надлежат делать в ближайший период. Здесь эта работа должна быть максимально организована, выстроена, жестко, для того, чтобы мы могли не только планировать, но и контролировать задачные объекты. Здесь у нас есть серьезные проблемы. В ходе первой осенней сессии депутаты рассмотрели 15 вопросов повестки дня. Один из них касался увеличения размера компенсации работникам социальной сферы на селе за услуги ЖКХ в отопительный период. В настоящее время возмещение коммунальных услуг специалистов, работающих и проживающих на селе, производится 9 месяцев 1200 и 3 месяца 2160. То есть применяется коэффициент 1,8. Было предложение, что так как у нас зима, конечно, не 3 месяца, а 6 месяцев, добавить еще и 4 квартал. Поэтому сегодня на сессии принято решение, что все специалисты, которые у нас работают на селе, будут получать возмещение коммунальных услуг, то есть те специалисты, которые получали 1200, будут получать 1206 месяцев и 2160 еще 6 месяцев. На сессии депутаты также приняли постановление собрания о формировании нового состава избирательной комиссии Ненинского автономного округа. Пятилетние полномочия действующего состава истекают 7 декабря текущего года. Всего у нас избирательная комиссия состоит из 10 членов, это с правом решающего голоса. Ну и, соответственно, по закону пропорционально 5 членов комиссии избирается в собрании депутатов и 5 членов – это высшим должностным лицом Ненинского автономного округа, губернатором. Предложения вносят как политические партии, которые представлены у нас в Федеральном собрании и Государственной думе, в собрании депутатов Ненинского автономного округа, иными политическими партиями и общественными объединениями. Кроме этого, вносят предложения избирательной комиссии Российской Федерации и избирательной комиссии Ненинского автономного округа. Не поздняя 15 дней после истечения полномочий ныне действующего состава избиркома депутаты должны утвердить свои 5 кандидатур в новый состав избирательной комиссии Ненинского автономного округа.